Всем привет, дорогие друзья! Зачитаю сегодня сновидение, которое я обещал еще в прошлом ролике зачитать, объяснить его. Связано оно с эрой водолея, с золотым веком, с аватаром. То есть, очень часто повторяю, что многие из нас действительно сталкиваются в состоянии сновидения, в состоянии медитации, с духовными существами, которые приходят в эру водолея. И контакт, он так или иначе возможен. То есть, естественно, элемент мистики будет способствовать или сопутствовать. Зачитаю, объясню сегодня это сновидение, как, собственно, я обещал. Зачитаю небольшую цитату из писания. Поехали. Самсон был очень короткий. Я включилась в момент, когда большая часть действий произошла, но в то же мгновение знала, что только что было и что сейчас происходит. Этот элемент, он действительно очень важен. Я всегда подчеркиваю, что наша способность осознавать духовные миры или видения напрямую зависит исключительно от нашей энергетической составляющей. то есть, от нашей энергии, от нашего энергетического потенциала, от чистоты ума, от качества физического тела, то есть, от чистоты физического тела. Если энергии много, мы воспринимаем сразу многие элементы. Если энергии мало, мы воспринимаем частично, либо осознаем где-то что-то только лишь наполовину, что тоже является большой проблемой, потому что это тяжело донести потом до поверхностного сознания. Мы вроде помнили сновидения, а что помнили, непонятно. Вроде общались, говорили, дружили, а с кем, когда, зачем, о чем говорили, не помним. Это является указанием на то, что энергии мало, она не совсем чистая и так далее. Подарили попугая молодому человеку, я его даже видела, как он перелетал от одного хозяина к другому, но тот, кому его подарили, был озадачен, он не понимал, зачем ему эта птица, что он с ней будет делать, за ней же надо ухаживать и что-то в этом духе. Как отреагировал бы обычный человек на земле, он не хотел ее, и затем, а, и тех забот, связанных с ней. Хотел было отказаться, но в какой-то момент решил не огорчать дарящих. В этот же момент, когда птица села на него, ему стали объяснять, теперь тебе не смогут обмануть, ты всегда будешь знать правду. самое интересное, он этот дар никак не связывал с птицей. В Писаниях действительно упоминается несколько подарков, которые в духовном мире будут подарены Богом Шивой и его гуру, непосредственно аватару. И это, если не ошибаюсь, попугай, трезубец, белый конь, вот, и еще что-то, не помню. И действительно, простите, и попугай действительно является символом всезнания. Известная легенда относительно того, что во Вриндаване все попугаи являются слугами в Раджадеве. В Раджадеве – это богиня, которая управляет местностью, в которой проходили Игры Кришны. И они каждый вечер слетаются, кто был во Вриндаване, кто был в Индии, знают, что там очень много попугаев, такие зеленые, красивые. Я думаю, там разные есть, но вот во Вриндаване зеленые, очень красивые, честно, вот, они такие прям... И они каждый вечер слетаются и рассказывают в Раджадеве, кто что где видел и слышал. Конечно, это легенда. Здесь находится более глубокое знание. Конечно же, попугаи, как таковые, они не являются... в том виде, в котором мы их воспринимаем, не являются передатчиками какой-то информации, но на духовном плане энергии, которые есть в попугаях, они действительно собирают информацию и передают всю информацию в Раджадеве, то есть богиня, которая управляет этой частью материального мира во Вриндаване. То есть она организовывает, проводит всевозможные духовные игры и так далее. И здесь, по сути, тот же самый символ, как бы, подаренный попугай, символ всеведения. И также обратите внимание на реакцию Аватара, как здесь описывается. Он не принял, он подумал, ну зачем мне птица и все такое, то есть он не понимал. Это говорит о том, что он действительно находится в нечистом состоянии ума, как собственно и предсказано в пророчествах, что он родится в низшем слое общества и само по себе это рождение, оно, конечно, не несет никаких благ ни в плане состояния ума, состояния энергии, состояния физического тела, то есть это большая проблема. И исходя из этого своего состояния, он, естественно, и не принял эту птицу, ну по крайней мере из уважения принял, но готов был отказаться. Но с этой птицей, что такое птица? Птица, это на самом деле мистическая способность, это ситха, и ситхи, когда обретают йог, они всегда приходят с таким вот элементом мистики, то есть может явиться, допустим, как в моем случае были видения, связанные с Ганешей, или как-нибудь, или там Черная Пантера одно время являлась символ агрессивной низкой энергии, вот и так далее. Все эти элементы, они так или иначе указывают на переломные события в жизни йога, мистика, и естественно, каждое такое событие, оно является поворотным. Вполне вероятно, мне так же удавалось настраиваться, собственно, те видения, которые я записывал, о этой божественной личности, либо о тех душах, которые явились на землю вместе с ним. Все эти события являются также элементами его судьбы, и это важно. Иногда ребята спрашивают, почему эти видео такие интересные. в действительности сам анализ подобных событий, почему приятен и почему привлекателен, потому что в своей сути это та же самая медитация на Бога, правильно? Поскольку аватарь является воплощением высшего божества, естественно, думая о нем, разбирая какие-то элементы его судьбы, мы прикасаемся к его судьбе. Отчасти мы получаем благословение, отчасти получаем энергию, это является очень-очень большим плюсом для всех. То, что мы сейчас делаем, это по сути то же самое, и естественно, это привносит какое-то, знаете, чувство радости, то есть невозможно вот такие истории слушать как-то без интереса, потому что это действительно так необычно, мистично, и так далее. Дальше читаю, все это понимание было за секунду, я увидел большого тучного человека, он был просто гигантских размеров, я была на уровне его головы, и эта голова занимала почти все пространство сна. на его лице была жиденькая тоненькая ниточка усиков, переходящие в бороду на подбородке такой же длинной длины, такой же узенькой полоской, как усики, напоминает картинки буддийской традиции. Так вот, этот большой человек все знал, знал, что сейчас произошло, и начал пробовать сказать ложь, словно отыгрывая речь перед зеркалом, но когда он произносил что-то, он тут же понимал, что это не подходит. Открывал было рот для новой лжи, произнеся всего звука, осознавал, что и это не пройдет. И так он пробовал, пробовал открывать рот, но ничего не выходило, с каждой попыткой он становился все злее, и злее, глаза двигались в панике влево-вправо, словно он искал что-то, но так и не находил этого. И тогда он рассерженно от безысходности зарычал, но насколько я понял, он был огорчен больше всех. Самое странное, что казалось, что его видела не только я, но и все остальные. это духи, это демонические существа, может быть, один из высших даже духов, который управляет Кали-Югой, потому что за такой личностью всегда следуют самые высшие духи, демоны, потому что они понимают, что если он пришел, то в первую очередь им придется не сладко. Помним историю, когда Кришна родился, царь Камса, он был в ужасе от того, что происходило, всячески искал маленького Кришну, хотел его убить. И все демонические существа, они испытывают чувство паники, чувство ужаса и паники. И вот этот подсознательный страх, он указывает на то, что скорее всего им придется пройти через страдания, они пытаются каким-то образом все это исправить, каким-то образом это все лят, срочить. Не знаю, насколько это разумно, в любом случае это неразумно, потому что все равно сколько ниточки не веся, а конец будет, но ладно, это такая тема. Подобных духов я также очень часто видел, и они действительно очень большие, размером, как вы описали, с неба. Больше не видел, но таких размеров, то есть не больше планеты, в то же самое время как божественные существа, они действительно очень большие, то есть они размерами с несколько, не знаю, из тех видений, которые я видел, допустим, божество, известное как Шрина Райна, я видел, как я даже не знаю, как описать, ну как все, ты просто видишь, ты понимаешь, что весь мир является частью божественной сущности, известной как Нараэна, и это впечатляет, поражает отчасти. Относительно того, что вы сказали, что его видели не только вы, но и все остальные, духов, демонических существ сейчас будут видеть все дети Индиго, все божественные сущности, воплощение божественной матери, вот, и так или иначе, их довольно легко распознать интуитивно, то есть интуитивно каждый чувствует приближение какого-то нечистого духа, события, связанные с нечистым духом, да, и так далее, то есть демоническими существами. Все дети Индиго, они так или иначе, еще раз хочу сказать, они сталкивались с этими духами, потому что они больше всех испытывали страданий. Так, сейчас я хотел немножко зачитать интересную историю. Так, здесь еще один вопрос, забыл его упомянуть. А у Аватара кто-нибудь ворует энергию? Можете ли что-нибудь рассказать про это? Это еще один вопрос. Да, ну, вы можете сами взять произведение, называется Калки Пурана, вот, или другие произведения, в которых описывается явление Аватара. Я не могу сказать, где-то описано в каких-то других произведениях, там, исламских, авистийских или христианских, да, то есть, там надо изучать. Но в традиции индуизма очень хорошее произведение, известно, как Калки Пураны, простите, там описывается все его события. Это раз, если не ошибаюсь, в Падма Пуране есть предсказание Пхавишья Пурана, также описывает явление Аватара, но вот больше всего в Калки Пуране. И я чуть-чуть сейчас зачитаю из данного произведения. Вот. И данная цитата, друзья, она будет немножко ответом на тот ваш вопрос. Во-первых, мы же понимаем, что та же самая обоединяя Лакшми, которая по пророчеству будет украдена, это есть внутренняя энергия Аватара. И демонические существа, причем так происходит всегда, то есть есть Господь, который приходит на землю, есть его соратники, есть его, условно назовем их войско, есть его преданные, есть его энергии, энергии это та же самая обоединяя Лакшми, которая является вечной супругой, есть также и другие божественные воплощения, вот та же самая Радха, Лалита, Вишакха, во времена Кришна Аватара, Сита, Деви, это форма Божественной Матери, которая пришла, стала супругой Рамы и так далее. И всегда у Аватара крадут супругу. Что значит красть супруга? Это есть попытка украсть его энергию, в ней воплощается все совершенные качества Господа Аватара или Шрина Райаны воплощенного на земле. И демонические существа естественно не знают, что это по сути самое слабое звено. И в то же самое время Аватар проверяет свою супругу на определенный уровень мудрости. То есть справится она не справится. И в Писании говорится, что в Кали-югу богиня Лакшми будет захвачена. То есть она падет. Она будет падшей. Она будет выступать на стороне демонов, выступать в духовной брани против своего бога пойдет. То есть против Шрина Райаны. О чем это говорит? это высшие аппарат. Она настолько потеряется, настолько заблудится, настолько свяжется с демоническими существами, что это уже край. Что еще может там быть? И это собственно есть тот ответ, о котором вы спрашиваете. Во-первых, воровство энергии. Здесь еще нужно понять, что при подобном воровстве искажается судьба, искажаются очень-очень многие элементы. И почему история о попугай приведена в первой части? Видите, он как бы даже зная, допустим, кем он является, но в то же самое время его ум, будучи погруженным в довольно мрачные энергии, он не сможет правильно воспринять то, что ему будут давать, то, что ему будут посылать. Да, он примет, как описано в писаниях, и та история, которую вы засчитали в сновидении или в видении, она очень хорошо характеризует также еще и саму историю Калкипураны, потому что там сказано, что подарит бог Шива, если не ошибаюсь, попугая. Но в видениях, в вашем видении было видно, что подарили люди, да, обычные люди, не Шива. Это также указывает на то, что те события, которые описаны в писаниях, это исключительно состояние духовного мира. В нашем материальном мире будет все происходить в искаженном состоянии в силу энергии Кали-юги. То есть под этими качествами попугай, тот же самый белый конь, пылающий меч, а, да, еще пылающий меч там был подарен богом Шивой, по-моему, нет, Парашурама подарил, по-моему, плюс трезубец Шива подарил, попугай и так далее. Все эти символы являются ситхами, мистическими способностями, которые Аватар будет использовать, применять в своей деятельности. Давайте зачитаем историю, которая характеризует отношение калки Аватара и подмывать. Подмывать это воплощение богини Лакшми на земле. Сута Госвами сказал, Господь Калки слез и сел на божественный алтарь, который был украшен изумрудами, кристаллами и другими драгоценными камнями, который располагался на тропе, используемой людьми для ношения воды из озера. Господь увидел рой жужжащих пчел, парящих вокруг цветущих лотосов на озере, которые спускали эти все элементы на самом деле также имеют свое значение. С одной стороны говорится, что он придет из рода брахманов, и его отцом будет Вишнуяши, но в то же самое время, обратите внимание, здесь говорится, божественный алтарь был украшен изумрудами, но он поставил его на тропе, которую используют люди для ношения воды из озера. О чем это говорит? Подобными тропами пользуются исключительно люди из низших каст, то есть люди, которые носят воду для стирки, для состоятельных духовных людей, они чаще всего не носят воду от реки, от озера, потому что есть те, кто за них эту работу делают. это дорога для людей, которые находятся в низшей касте. Это не пренебрежение, это опять-таки такая вот подсказочка, что даже в священных писаниях существуют элементы, указывающие на то, что не все просто так. Далее, Шука Госвами полетел в резиденцию подмавати и сел на верхушку с железного дерева. Там он увидел подмавати, лежающую на лотосной кровати внутри дворца в окружении своих спутников. Ее лицо выглядело сухим и бледным из-за ее жаркого дыхания, которое было спровоцировано разлукой с Господом. Она удерживала цветущий лотос, помазанный сандаловой пастой и медленно водила им вперед и назад. То есть, она вдыхала запах сандаловой пасты, прекрасно понимая, что запах сандала это любимый запах Нарайаны или же Кришны или же его следующего воплощения. И вдыхая запах сандаловой пасты, она таким образом настраивалась, медитировала на своего возлюбленного. Обратите внимание, здесь описано ее лицо выглядело сухим и бледным из-за ее жаркого дыхания, которое было спровоцировано разлукой с Господом. Все то состояние, пока она будет в состоянии плена, она будет лишена полностью уровня энергии, уровня какого-то благополучия. И по сути, на самом деле, в этом состоянии находимся все мы. когда человек забывает о Боге, когда он забывает о божественных ценностях, божественных качествах, мы все на самом деле находимся в состоянии богини Лакшми, когда нас захватывают демоны, или демонические качества. Да почему? Можно и признать, что демоны. Я стараюсь избегать таких терминов, но все же так и есть. Если мы не с Богом, если мы не медитируем на лотосные стопы Шрина Райана, на его божественные качества, то, естественно, друзья мои, если мы не с ним, то мы все равно где-то находимся. А где мы можем находиться в Кали-Югу? Я думаю, ответ очевиден. Естественно, ее лицо выглядело сухим и бледным. Это говорит о том, что она будет испытывать очень проблемное состояние, даже на уровне физического тела. То есть, она не будет испытывать комфорта, она не будет испытывать каких-то благ, благодати. Она будет находиться в состоянии угнетенном. Наверное, если провести параллель с нашим материальным миром, то, скорее всего, она будет испытывать серьезные эмоциональные стрессы, трудности в отношениях, потому что не все будет ее жизни гладко. Естественно, и финансовая сторона благополучия будут в ее случае крайне неблагоприятными. Следующее. Хотя дул спокойный прохладный бриз, перенося мелкие капли воды пыльцу лотосовый аромат диких цветов, который был очень приятен подмывать ей, подмывать ей не получала ни капли удовольствия от всего этого, но осуждала все это. Когда Шука увидел страдание подмывать, он попытался успокоить ее сладкими словами. После подмывать ей сказала, о Шука, достигший успеха, я надеюсь, ваше путешествие было плодотворным. Птица сказала, да, я чувствую, что все идет по плану. Видите, дорогие друзья, это все запланировано. И по сути Господь управляет всеми событиями, которые происходят. Многие существа считают, что это совершенно спонтанно происходит само по себе, но все находится под контролем. И испытания для Лакшми и испытания для всех нас мы также проходим в соответствии с каким-то божественным умыслом. Подмывать сказал, о попугай, с момента вашего отъезда я с нетерпением вашего возвращения. Я жду с нетерпением вашего возвращения. Шука сказал, обратите внимание, дорогие друзья, богиня Патмавати, богиня Лакшми обращается к Шука Госвами как к попугаю. То есть он превратился в попугая и таким образом служил калке Аватару. Так вот, попугай это и есть воплощение Шука Госвами. Это величайшее по сути сам Шука это тоже частичное воплощение Господа на земле, которое служит по сути сам себе. В данном случае он превратился в птицу и Шука Госвами также является автором определенного количества священных книг, писаний. И естественно он обладает духовным зрением, с помощью которого может подсказывать так называемому аватару относительно каких-то событий важных. Дальше читаем. Шука сказал «Я думаю, что есть лекарство, которое устранит все ваши страдания». Подмывайте сказала «Я очень неудачлива, поскольку никакая помощь не поможет мне». Птица ответила «О преданное Господа Шивы! Оно без труда развеет все ваши страдания». Почему преданное Бога Шивы? Потому что у нее из прошлых жизней было благословение Бога Шивы, что тот, кто взглянет с вожделением на богиню Лакшми, под вожделением подразумевается страсть, зависть, гордость, стремление к интимным отношениям или даже сами интимные отношения, то благодаря этому проклятию или благословение Бога Шивы такой человек, а естественно это все мужчины, он станет в следующем воплощении женщиной, причем навсегда. И все те духи, которые находились, всячески оказывали воздействие на богиню Лакшми, они естественно станут, ну или становятся, трудно сказать, как это происходит, они становятся подобны женской энергии и скорее всего в следующих воплощениях они уже будут женщинами с какой-то их естественно в силу их кармы неблагоприятной судьбой. Подмавати сказала, о Шука, я так неудачливо, как скоро мое желание будет исполнено. Шука сказал, о благородная леди, ваше желание будет исполнено в ближайшее время. Я привел Господа вашего сердца и он ожидает на берегу озера. Осознав, что ее сокровенное желание будет скоро выполнено, Подмавати наполнилась радостью, все ее волосы на теле стали дыбом. Она поцеловала попугая в клюв и встретилась взглядом с попугаем. 8 основных спутников подмавати Вимала Малини Лола Камала Камакандала Вилосини Карумати и Кумуда приготовились пойти на озеро. Чтобы насладиться игрой в воде, Подмавати обратилась к своим спутницам. Мои дорогие друзья, давайте пойдем на озеро и отдохнем. Обратите внимание, друзья, здесь еще также упоминается интересный элемент. у богини Лакшми будет 8 основных подруг. Естественно, все эти 8 подруг также будут находиться в состоянии того, что их захватят. Но все эти подруги это в первую очередь... Помните историю с Радхой? У нее тоже было 8 основных подруг. Так вот, эти 8 основных подруг это мистические способности. Это так называемые ситхи, которые приходят на землю и богиня Лакшми их воплощает в физических телах в виде женщин, которые впоследствии ей прислуживают точно так же, как ей служат ситхи в ее физическом теле. Точно так же эти девочки прислуживают ей в этом материальном мире в виде ее подруг. И точно так же у Радхарани было 8 подруг. 8 это еще раз хочу сказать мистическое число, это символ бесконечной энергии то есть энергия бесконечная только до тех пор, пока женщина следует духовном пути духовного развития, пути совершенствования. Как только она начинает впадать в какие-то греховные состояния, естественно, она начинает деградировать, деградирует ее энергия, она скатывается в своих состояниях все ниже и ниже и ниже. В конце концов, она своей энергией даже пользоваться не может. Она живет исключительно на уровне ума. К сожалению, большая часть женщин в нынешнее время находится именно в таком состоянии. Дальше. Сказав это, Патмавати поспешно села на Паланкин и выехала из дворца вместе со своими прекрасно одетыми спутницами. Она спешила видеть господа Калки и она вспоминала, как Рукмини выехала из своего дворца, чтобы встретить господа Кришну, господа династии Ядус. Это также очень важный элемент. Она вспоминала о том, как Рукмини выехала из своего дворца. Но на самом деле здесь подразумевается, что она помнила свои прошлые жизни и она прекрасно осознает, что она в прошлом воплощении была богиней Лакшми. Точнее не Лакшми, а Рукмини. Рукмини это форма богини Лакшми во времена Кришны Аватара. То есть она впоследствии вышла замуж за Кришну, также родила 10 детей Кришни, жила во дворце в Двараке и так далее. И вот все эти события она вспоминала и естественно у нее всплывали ассоциации, что те события, которые происходили раньше, они происходят и сейчас. Дальше Когда Подмыватя пошла к озеру, все граждане мужского пола спрятались, опасаясь, что они могут превратиться в женщин. Если они взглянут на принцессу после их жены, увидели, что их мужья вернулись домой в сохранности и люди продолжили мирно поклоняться верховной личности бога. Таким образом дорога стала свободна от мужчин и Поланкин Подмыватя внесли молодые сильные женщины. Согласно плану Шуки Подмыватя направлялась к озеру на Поланкине в окружении своих спутниц. То есть богиня Лакшми сидела на троне, который переносили исключительно женщины. в ее окружении не будет мужчин. Настолько она себя будет беречь и дорожить, потому что сами понимаем, что подобная личность предназначена только для одной личности, для верховной личности бога, для Калки Аватара. Дальше зачитываем. Вскоре подмывайте ее спутницы, чьи лица напоминали полную луну, чьи формы были очень очаровательны для созерцания и прибыли на озеро. Воды озера благоухали из-за присутствия цветущих цветов. Лебеди и журавли издавали прекрасный звук. В этой обстановке все девушки вошли в воду, начали играть с большим удовольствием. Пчелы были пленены ароматом, истекающим от лотосоуких лиц девушек. В действительности они были наполнены опьянением. Ой, неправильно, простите. Они были настолько опьянены, что отказались пить нектар лотосов. Хотя девушки неоднократно пытались отвезти пчел обратно, они все время возвращались, так как были покорены благоуханием и небесной красотой лиц девушек. То есть подружки о богине Лакшми, я уже говорил до этого, это воплощенные ситхи, это воплощенные по сути богини на земле. И даже видите, даже пчелы, как собственно и во Вриндаване точно так же происходило, они все слетались с окрестностей, воспринимая и Радху, и богиню Лакшми, и Аштасакхи как небесные цветы. Настолько это было маняще. В это время Падмавати отдыхал, играя со своими друзьями, их умы предались танцам, пению, игре на музыкальных инструментах, хлопанию в ладоши, шуте, смеясь и дразня друг друга. После Падмавати, которая была поражена стрелами Купидона, вспомнила слова Шуки и затем вышла из воды, покинув своих друзей. Она поменяла одежду, украсила себя прекрасными украшениями, пошла в сторону Кадамба, дерева, где было назначено место встречи. Дерево Кадамба, кто знает, это дерево любви. И подобное дерево есть во Вриндаване. Именно с этого дерева Кришна, когда украл одежду у Гопи, когда они не у Гопи, а у Штасахи и у Радхарани, они делали омовение в реке Ямуни, и пока они купались, он украл у них одежду и заставил выходить их по одной из озера. и таким образом они показывали свое тело и согласно традиции, когда мужчина видит обнаженное тело девушки, она автоматически как бы считается, Вселенная считает ее женой этого мужчины. и когда они выходили, так также описывается в священных писаниях, они не скрывали свою ноготу, но они при этом прятали лицо, вот таким вот образом. Им было стыдно, они понимали, что так должно быть, они сами об этом просили, даже когда находились на берегу Ямун, они сделали изображение Баддини Кали, делали подношение довольно длительное время, по-моему, в течение месяца, потом явилась Баддини Кали, и она всех благословила, и Радху в том числе, она сказала, что вы будете все супругами Кришны, они сами этого хотели. И Кришна об этом знал, что Кали благословила, и он пошел навстречу, и он как бы украл их одежды и сказал, что выходим по одной, они все сразу, выходим по одной, и он по одной отдавал каждой их одежды, при этом они вот прятали лицо, но при этом все остальное открывали. И таким это речь конечно же не о взрослых отношениях, когда женщине 20 лет, нет, им было 12, 13, 14 лет, то есть такое время, когда только-только все начинает созревать, и конечно там чувства, эмоции, они как бы чистые, там нет какой-то пошлости, грубости, глупости, хотя уверен, что в некоторых случаях будут подобные мысли у людей, которые смотрят данный ролик, но это будет связано с тем, что как бы нечистый ум он накладывает свои какие-то грязные пошлые мысли. Дальше. Когда подмывать увидела ее возлюбленного господа Калки, который мирно спал на троне, украшенном драгоценными камнями, и сияние солнца казалось тусклым по сравнению с сиянием тела господа Калки, его тело было украшено различными драгоценными камнями. Интересный элемент. Как-то будучи лет 15 назад в одной организации я сталкивался с духом, который я описывал в книге, и он крал камни. Камни из божеств и стел божеств. И пока те или стел богинь, божеств, которые воплощаются на земле, он их старался одеть на себя. Ладно, давайте это расскажу в другой истории. Там много всего тоже интересного. Так, сейчас вернусь, подождите немножко, отвлекся. Когда подмывати увидела ее возлюбленного господа Калки, который мирно спал на троне, украшенном драгоценными камнями, это тоже символ того, что Калки аватар, будучи на земле, он также будет подвержен влиянию энергии и состояние сна это не то состояние сна, которое мы могли бы воспринять как некий отдых, нет, это состояние погружения отчасти в энергии Кали-юги. Дальше. И сияние солнца казалось тусклым по сравнению с сиянием тела господа Калки. Ее тело было украшено различными драгоценными камнями. Эти символы тоже можно видеть, дорогие друзья. Мне доводилось видеть и украшения на теле аватара, и его стопы, и отпечатки его стоп. Это действительно красота. К сожалению, все элементы увидеть в моем случае невозможно было, но по крайней мере, когда я столкнулся с энергиями Радхи, в силу благословений небесных я видел Радхарани и Лолиту и богиню Лакшми. Каждая из них на самом деле была украшена украшениями, но эти украшения не несли элемент какой-то... Знаете, как у нас золото люди носят, но это сопровождается какой-то энергией жадности. Там все было золотое, все было очень красиво, но это было настолько красиво, и прекрасно, и великолепно, что вот это чувство восторга, ты не думаешь, что это да, это золото, это все, да ну, там складывалось впечатление, что эти украшения они дополняют красоту и аватара, или же богини Лакшми и так далее. Дальше. Лицо господа богини Лакшми было темным, как дерево тамала, он был одет в желтое одеяние, имел лотосаокия, глаза, его руки касались колен, его грудь была очень широкая, украшена знаком Шриватса, вечный узел и камнем Каустубха. Помним, да, у Кришны был камень Каустубха, он постоянно наносил у себя на груди, у Калки Аватара будут те же самые символы или признаки. Увидев трансцендентную форму господа, подмывать и стала ошеломленная и робко, в действительности она была настолько переполнена эмоцией, что забыла поприветствовать своего господа. Когда Шука попытался разбудить господа, она запретила ему делать это, сказав, если это очень привлекательный герой, если этот очень привлекательный герой взглянет на меня и превратится в женщину, то в чем польза от благословения господа Шивы? В действительности я считаю, что господь Шива проклял меня, а не благословил. Господь Калки, сверхдуша всех живых существ и учитель вселенной понял устремление подмывать и проснулся. Он увидел, что словно богиня Лакшми стояла перед Нарайаной, так он увидел, что словно богиня Лакшми стояла перед Нарайаной, так и прекрасная широкоглазая подмывать и стояла перед ним. Когда господь посмотрел на принцессу, которая была окружена ее друзьями, она в смущении склонила свою голову, глядя на свою вечную супругу, которая была подобна Майя Деви, господь Калки сказал, «О чарующее, подойди ко мне, пусть ваш приезд принесет вам процветание и наконец-то встретит, я наконец-то встретил вас, мое старание, мое страдание вызвано стрелами Купидона, которые пронзили меня, как только я увидел ваше лицо, напоминающее Луну». Но не думайте, что лицо Лакшми будет подобно Луне? Нет, там сияние. Здесь подразумевается, что ее астральное тело будет из голубого света, и она будет сиять подобно Луне ночью. То есть, настолько она будет красивая и благостная. «О, девушка с очаровательным взглядом, хотя я создатель вселенной, мое сердце было укушено ядовитой змеей страсти. В действительности я не нахожу более лучшего лекарства, чем красного лица. Истинный мир и счастье достигаются только накоплением горы благочестивых поступков. Действовать благоговейно это единственная цель тех, чьи души покорены вечной, покорены верховной личности бога. Как дрессировщик слона подчиняет контролю обезумевшего слона, используя пруд, так и ваши очаровательные руки успокаивают мой ум, возбужденный пятью стрелами купидона. Ваши округлые груди, покрытые одеждой, высоко подняты, являясь стимулом купидона. позвольте им прижаться к моей груди, когда желание моего сердца будет выполнено. Моя дорогая, ваша талия тонка, как средняя часть жертвенного алтаря. Три линии на вашем животе, которые украшены прекрасными волосами, по всей видимости, являются дорогой купидона. Ваш живот доставляет мне удовольствие. Вы слышите, какие качества и какие отношения здесь описываются. То есть, здесь описывается и стремление прижаться к, в буквальном смысле, к груди богини Лакшми, прижаться к ее подружкам. И я думаю, мы понимаем, что значит три линии на вашем животе, вот, не будем вдаваться, да, вы заметили, как это описывается в Священном Писании? Это просто удивительно, да, мы в наше время мы настолько профанировали важность и ценность человеческого рождения, что для нас важнее экономика страны, какое-то здание, какое-то украшение там, которое передается из поколения в поколение в царском роду, допустим, какое-то предмет искусства, та же самая Примадонна, или как они называются, Мадонна, со своей загадочной улыбкой, да, и так далее. То есть, мы ценим все, кроме человеческого рождения, кроме человеческих отношений, не видя в них ту самую ценность, которая здесь описана. А здесь описываются не просто дружеские отношения между Калки и Лакшми, описываются более глубокие, более мистичные состояния, отношения в буквальном смысле на уровне физического тела. И это не несет себе пошлости, потому что это божественное существо, и все, что они делают, оно несет только благословение. И Шукагасвами он не боялся это все описывать в Писании, потому что он знает, что да, вроде бы здесь как бы описывается элемент страсти, но он святой, этот элемент удивительно. Дальше зачитываем. Пусть ваши лотосаокие стопы, находящиеся в моем сердце, которые украшены пальцами в виде лепестков, которые украшены браслетами и колокольчиками, нейтрализуют укусы ядовитой змеи моей страсти. После услышанных трансцендентных слов, произнесенных нектарной речью Господа, Калки, сокрушитель бесчинства Кали, принцесса Подмавати, стала счастливой, потому что ее сердце было покорено Господом Калки. Она предложила свои поклоны Господу Калки, и после с великой преданностью начала говорить со своим вечным мужем, вечным супругом. Так заканчивается перевод 9 главы Калки Пураны. Данное произведение я специально записал, зачитал, чтобы мы обратили внимание, насколько важны все эти тонкие взаимоотношения между двумя возвышенными божественными личностями. Казалось казалось бы, это обычная страсть, это для кого-то возможно даже пошлость, но эта пошлость в понимании скорее всего этих людей, которые не совсем поняли суть, она на самом деле несет благословение, но только несет благословение в том случае, когда эти качества находятся в очищенном состоянии. В нашем случае подобные отношения действительно ведут нас в нижние миры, в мире животных, в мире голодных духа, потому что мы качество физического тела, качество нашей судьбы настолько унизили своими поступками, настолько опустили свои какие-то внутренние ценности, что все, что есть в нашем мире, оно ведет к деградации, но в писаниях все наоборот. До новых встреч. Редактор субтитров Продолжение следует...